Итан Шишков Мы начали цикл, который называется «Прошлое». Это ад или ворота к предназначению. И мы говорили о первом факте. Бог создал нас. Быть тем, кто мы есть. И это привело нас, Саши, к такой мысли. Иногда мы не любим самих себя. И у нас есть отрицательная мысль о самом себе. Но это неверно. Этот поток мыслей может перегородить, забить поток для Божьего предназначения в нашей жизни. Важно благодарить Его. И сказать Ему спасибо, что ты меня сделал. Даже в ту секунду, когда я это говорю сейчас, это открывает мою сердце. Поэтому вместо акцента на себе, Ударение переходит на Бога, моего Творца. И это всегда гораздо лучше. Потому что, когда я смотрю на самого себя, я не нахожу что-то достаточно великолепное. Но когда я смотрю на Него, я нахожу что-то самое прекрасное. Так что, пускай Бог поможет ценить нам самих себя. Это часть ворот в будущее. Это приводит меня к тому, что Бог предназначил для меня. Поэтому мы хотим сегодня поговорить о благодарности. Потому что я считаю, что благодарность – это ворота для нашего будущего. В противоположность к жалобам. Что жалобы, ропот, закрывают двери в наше будущее, в наше предназначение. Написано в 99-м псалме, со 2-го стиха. Служите Господу радостно. Приходите к Нему с весельем. Знаете, Господь есть Бог. Он нас создал, и мы народ Его. Мы овцы пасбищи Его. Входите с хвалой во врата Его, с благодарением во дворы Его. Благословляйте, славьте Имя Его. Господь добр, и верность Его навек. Из поколения в поколение верность Его. Ну вот, Бог сам говорит, приходите к Нему с благодарностью, с весельем. Когда я благодарю Бога, это приводит меня перед Ним. Это удивляет меня. Что это так просто. Но он говорит, что когда я благодарю, что такое? Одно слово. Благодарю. Оп, я сразу в его присутствии. И мы знаем, что все жалобы и ропот израильтян удержали их в пустыне. Они не смогли войти в обитованную землю из-за своего ропота и жалоб. Это очень сильно. 40 лет. Потому что они жаловались вместо того, чтобы благодарить. Саша, мне кажется, что это послание для нас. Что Бог открывает нам новую благословенную тропинку. Только тогда, когда мы прекращаем, останавливаемся в своих жалобах. И мы начинаем учиться, как благодарить. Мы уже читаем в книге Исход 14. Мы уже читаем в книге Исход 14. Не самые лучшие слова израильтян. Исход 14 с 11 стиха. Что в Египте негде было похоронить нас? Кричали они Моисею. Ты привел нас сюда в пустыне, чтобы мы здесь погибли? Что ты наделал? Зачем он ввел нас из Египта? Говорили мы тебе в Египте. Оставь нас, пусть мы будем рабами Египтян. Уж лучше быть нам рабами Египтян, чем погибнуть в пустыне. Любимые, это произошло только через несколько дней, как они были освобождены от рабства. Когда мы жалуемся, мы говорим так. Бог, ты не знаешь, чем ты занимаешься. Я не важен тебе. Твоя программа никуда не годится. Очевидно, что ты забыл меня. И все это не придет к хорошему результату. Это просто слишком тяжело. Смотрите, я знаю, что каждый из нас говорит что-то похожее на это когда-то при каких-то обстоятельствах. Но можно, даже сейчас, покаяться. Вернуться к самому Богу. Окей, Иллоим, айти метускал. Ну, ладно, Боже, да, я был в отчаянии. Разочарован. Не знал, как мне дальше продолжать. Прости меня. Я знаю в своем сердце, что у тебя есть гораздо лучший план для меня. Я не представляю себе, как это выйдет. И мне застилают глаза. Я просто становлюсь слепым. Я не могу увидеть будущего. Но я благодарю тебе. Что я жив. Что я могу молиться. Что есть люди, которые могут поддержать меня. Например, сейчас, в эту секунду. Наш хороший друг. Овер что-то очень тяжелое в своей семье. Его мама в больнице недалеко отсюда. Очевидно, ей придется пройти операцию. Ей 72 года. И мы любим его. Мы хотим стоять вместе с ним. Он чувствует тяжесть. Даже немного страха. Потому что он очень любит свою маму. Но мы стоим вместе с ним. Найдите людей, которые могут стоять рядом с вами. Особенно в тяжелое время. Когда есть искушение потерять надежду. У Бога был план относительно израильтям. Нахон. Верно. Совершенный, полный план. Мы-то видим это. У нас есть уже вся Библия. Но они-то этого не видим. И мы также не видим весь Божий план. Но Божий хороший план записан. Когда мы выбираем благодарить Бога, мы начинаем идти по этому плану. Когда я благодарю Бога. Я показываю свое доверие Богу. Я не только верю в Него. Я также доверяю. Мы сейчас прочитаем еще кое-что из книги Иеремии. 29 глава с 11 стиха. И важно кое-что вспомнить. Что Иеремия сказал это как пророчество. Он сказал это как пророчество. Это будет вот так через 70 лет плена. Но это произошло. Когда мы были 70 лет в Эдломском Радске. Ки анухи ядати. Этха махшавот ашер анухи хашева лихем. Неум Адонай. Махшавот шалом в ло лараа. Летет лихем ахарит в тиква. Ибо только я знаю, что предначертал вам. Говорит Господь. Предназначил я мир, а не беду. Чтобы дать вам будущее и надежду. Иеремия 29. Вы призовете меня. Пойдете и будете мне молиться. И я вас услышу. Будете искать меня и найдете. Ведь вы всем сердцем будете стремиться ко мне. Я явлюсь вам, говорит Господь. Я верну вас из плена. Ух ты. Это значит, что в Божьем понимании для меня есть будущность. Я вижу, что я внутри бета-келе. И даже если я в тюрьме. В тюрьме своего прошлого. Я не уверен, что я могу из этого выбраться. Мне кажется, что дверь заперта. Но Бог говорит. Когда ты будешь искать меня. И захочешь меня. От всего сердца. Я открою ворота. И ты войдешь в будущее своего предназначения. То, которое я выбираю для тебя. И он сказал это в то время, когда они были в Вавилонском плену. Так, в самое тяжелое время. Бог видит нас и слышит нас. Но важно благодарить Илю. И призывать Илю. Катув бет-тихилим. Написано в псалмах. 37. 36. Наверное. Псалтирь 36, 3. Положись на Господа. Делай добро. Живи на земле. Храни верность. Ищи себе радость в Господе. И Он даст, чего просит сердце Твое. Гол ал Адонай даркеха. Уветах алав. Ву яасе. Вручи Господу свою жизнь. Положись на Него. И Он все сделает. Памайм, אנחנו коррим Птах. Дважды мы прочитываем. Хашув лифтоах Бо. Доверься Ему. Важно довериться Ему. Полагаться. И фон этих стихов. Здесь говорится о благословениях, как будто злодеи. Почему очевидным кажется, что у них все классно? А у меня не очень-то уж получается. Так вот, несмотря на то, что нам видится глазами. И Он говорит, Птах Би. Бог говорит, доверься Мне. И Я открою Вам. Это Орец, это Брахот. Ворота благословения на земле. Большое спасибо. Мы продолжим в следующей трансляции. Дорогие друзья, шалом. Мы рады приветствовать Вас на нашем веб-сайте Оазис Медиа. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект. И наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает Вам о Вашей вере, чтобы становиться и возрастать и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить Вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью. И лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к Вам с просьбой. Если Господь располагает Вас, ни в коем случае Вы ничего не обязаны. И Вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с еврита, давать Вам видеть большее количество учений. И я уверен, что это будет благословение и для Вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если Вы нажмете вот на эту кнопку «Донейт», «Пожертвовать» и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal-систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для Вас. Пусть Бог благословит Вас. Спасибо, что Вы с Оазис Медиа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!